Приветствую вас, мои уважаемые зрители! Я приношу свое извинение моим подписчикам за то, что на основном канале подобное видео уже выходило. Но сейчас я все объясню. Дело в том, что после выхода основного ролика, в котором я искал золото с помощью карандаша, меня обвинили в обмане. И выпустили даже ролик с опровержением. И раз уж на меня написали опровержение, то я должен опровержение опровергнуть. И этот ролик будет посвящен именно этому. Много времени я у вас не отниму. Итак, как найти золото с помощью батарейки? Я постараюсь избавиться от всех тех лукавств, которые якобы присущи предыдущему видео. И мы заранее посмотрим всю установку от и до. Это вольтметр. Сейчас он в режиме измерения вольт, напряжение 2 вольта. Он соединен вот этими проводочками с вот этой небольшой проволочкой. Проволочка идет на самодельную батарейку, которую я когда-то показывал. А красный щуп всегда будет у меня подключаться, вот он здесь подключен, к исследуемым предметам. Эти исследуемые предметы у меня расположены так вот недаром. Это своеобразный электрохимический ряд напряжений относительно чего? Относительно вот этого угольного стержня. Хотя здесь стерженек немножечко другой. А причем здесь батарейка. А дело все в том, что если у вас лень, ну или вы не можете найти простой карандаш, вот, и вы можете достать графит из вот такой вот маленькой батарейки. Разобрать ее, вытащить стерженек. Он как раз сделан из графита, правда с углеродом. Но так как у нас на Дальнем Востоке повышенный уровень радиации, то батарейки у нас монстровые. И угольные графитовые стержни у меня вот такие. Размером посолидней. Именно относительно этого угольного стержня мы будем проверять вот этот вот ряд металлов. Здесь у меня есть монетки. Медь хорошая чистая, медь нехорошая чистая, медь вот такая планкированная и так далее. А здесь у меня типа серебро, а точнее серебряные сплавы, типа позолота, а точнее вот такая позолоченная ложка, слегка позолоченная. Ну и позолота на часах. О чем шла речь в опровержении? Меня обвинили в том, что я вместо того, чтобы показывать, как проверить золото, просто менял щупы местами. Ссылочка будет в описании. Можете посмотреть ролик этого товарища лампочки, ну или булб, как он там себя назвал, в котором он очень досконально, даже сняв крест с себя, доказывает и показывает, что я наврал. Ну а я буду оправдываться. Итак, методика оправданий и методика измерений. Значит, все эти металлы можно разделить на две группы относительно вот этого угольного стержня. Отрицательные и положительные. Каким образом? Ну, если поменять щупы местами, то эти будут положительными, эти отрицательными. С точностью до знака, как и все законы и формулы в физике, алгебре и литературе. Ну, точнее, есть такие вычисления, которые делаются с точностью до знака. Как будем проверять? Проверяем банально. То есть, вот есть углеродный стержень, из которого я сделал батарейку, в котором есть углерод, есть прокладочка, пропитанная солевым раствором, и есть вот такой вот разлагающийся металл. В данном случае это алюминий. Давайте посмотрим, как алюминий поведет себя, как батарейка, относительно нашего углерода. Вот он выдает характерный знак минус, и не важно, что здесь почти целый вольт. Минус вольт. Хорошо. Минус вольт есть практически в батарейке. И раз я схватился за батарейку, то давайте посмотрим. Алюминий выдал нам минус. Давайте возьмем цинк. Делаю все аккуратно. Провод тот же самый, тот же красный провод. Я прикасаюсь. И мы видим минус девять десятых. Значит, минус почти целый вольт. Это цинк. Поэтому он у нас лежит с этой стороны. Это та самая батареечка. Ну, а что же другие металлы и другие монеты? Вот чтобы все было резко и видно, давайте посмотрим, как среагирует графит. Вот обыкновенный графитовый карандаш, который я использовал в предыдущем ролике, на ту же самую систему. То есть, у нас, типа, будет батарейка графит-графит. Как видите, знак плюс. Это был графит. Все графиты разные, они имеют разные примеси, поэтому даже, если я распилю вот этот стержень напополам, два его конца могут иметь разность, гальваническую, разных потенциалов. И давайте посмотрим графит-графит. Графит-графит все-таки плюс, да? Не минус. Ну, а теперь, так как медь есть у всех под рукой, и вот меднее вот этой меди я ничего не нашел, а это радиатор медный из чистой электротехнической меди, давайте схватимся за эту медь, ее медь, и прислоним ее к нашей системе. Знак минус говорит отрицательное значение. Посмотрите, я менял электроды, нет? Давайте вот так вот аккуратно пальчиками сниму, и возьму сейчас вот так вот графит. Я думаю, всем видно, электроды не меняются. И знак плюс. Значит, вот до самой меди у нас минуса. Ну, это же надо подтвердить. Быстренько хватаем монету, у которой тут вот есть золотое такое напыление. Ну, вру, конечно. Просто медь. Тыкаем ее. Минуса. Так, справа. Берем следующую. Вы успели увидеть, как я поменял провода? Минуса. Ну, и последний до рубля, как говорится. Рубль. Минуса. Это все у нас отрицательные металлы, которые до углерода стоящие, дали нам отрицательный потенциал. Ну, а теперь типа серебряная ложка. Давайте этой типа серебряной ложкой прикоснемся к нашей системе. Плюсы. Ребята, плюсы. Вот как бы я ни тыкал, а вот это вот серебро, плюс. Я, наверное, поменял щупы местами. Ну, давайте еще раз. Вот так вот. Плюс. А вот теперь я, если между серебряной ложкой и вот этой батареей положу пятак, давайте посмотрим, что будет. Минус. Потому что сейчас в реакцию вступает пятак. А с ложкой? Плюс. Вот испачкал кончик ложки пятаком, вот этим вот металлом, то все, она уже начинает выдавать, начинает врать. Я не говорю, что мы можем определить глубину металла. Мы можем определить только поверхностный металл, который напылен. И как раз о напылении сказал, возьмем золотое напыление вот этой ложечки и прикоснемся. Положительные значения говорят нам о том, что у нас все это находится слева. Ну и часы. Как раз те часы, которые участвовали в эксперименте. Давайте их прицепляем и ставим сюда на батарейку. Плюс. Давайте. Вот я не знаю, как показать, чтобы было видно, что. Ну не поменяны провода, ребята. А плюс есть плюс. Не знаю, кому и что я показываю, кому и что я доказываю. Да, эта метода, наверное, стоит поперек горла тем, кто продает приборы, которые могут определять как раз золото или не золото на контактах. Эти приборы стоят огромные деньги, по-моему, 29 тысяч. Если кто не верит, ссылочка в описании в статье на Дзен. Там я сфотографировал этот прибор, можете посмотреть его. Но то, что вот эту вот медь красную можно лечить, отличить от позолоты, вот таким способом, легко, просто, дешево и доступно, это я вам, как говорится, ну, зуб не даю и крест на пузе не рисую. А это правда. Да, это обыкновенная физика, химия, алгебра и литература. А на этом все. Пока. До следующих встреч. Жду, ребятки, ваших развенчаний, моих вот таких вот безобразных фокусов. С удовольствием, с улыбкой и всем вам хорошего настроения. С удовольствием, с улыбкой и с улыбкой.